Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирины Джоева. Коротко о главных событиях 3 февраля. Историк-социологи, большой друг нашей республики. Президент Южной Осетии наградил орденом дружбы Максима Васькова. Возглавим и прошу не дать и вашей семье, и вашим близким просто дать слова благодарности за тихо отношения к нам. Служба на границе – задача особой государственной важности. Сегодня сотрудники пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия отмечают 11-ю годовщину со дня образования. Во время боевых действий именно пограничник первым сталкивается лицом к лицу с врагом. И от его слаженной работы им ужаса зависит очень многое. Металлолом на Цхинвальских улицах – давняя проблема. Как она решается? Президент Леонид Тибилов принял кандидата исторических и доктора социологических наук Максима Васькова, российского ученого, который с большим вниманием относится и к нашей республике, и к Гостинскому университету. За заслуги в деле укрепления отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации и личный вклад в развитие научных связей Югостинского госуниверситета с вузами Российской Федерации указом президента Васьков был награжден Орденом Дружбы. Репортаж Розы Тедеевой. В настоящее время Максим Васьков занимает должность старшего преподавателя кафедры моделирования социальных процессов факультета социологии и политологии Южного Федерального Университета. Наслышан о вашей деятельности, что связано с наукой, это серьезно, в такие молодые годы добиться таких высот, это, наверное, говорит о многом, это талант, и мне приятно приветствовать вас здесь, в Южной Осетии, и рад, еще раз повторяю, нашему знакомству. Мы в Осетии всегда рады нашим друзьям, и то, что вы делаете и сделали до сегодняшнего дня для нашего государственного университета, это мы высоко ценим. Максим Васьков тесно сотрудничает с нашим Югостинским государственным университетом. Благодаря его деятельности и поддержке отношения нашего вуза с вузами Российской Федерации вышли на новый качественный уровень. В течение долгих лет наш университет находился в тяжелейших условиях. Свой отпечаток наложили долгие годы войны. Теперь, по мнению президента, необходимо наверстать упущенное и делать все возможное для развития университета. В первую очередь построить новое здание для высшего учебного заведения республики, но при этом особое внимание уделять учебному процессу и налаживанию отношений с вузами Российской Федерации. Конечно, у нашего университета сегодня прекрасные связи с некоторыми вузами Российской Федерации. Мы с Владимиром Бутазовичем прорабатываем вопросы возможности учиться нашим молодым ученым в вузах Российской Федерации, я имею в виду в аспирантуре и так далее, и так далее. И ваш вклад здесь в эти вопросы, в развитие их, конечно же, он высок, за что я благодарен вам. Максим Васьков рассказал о давних отношениях его семьи с осетинами. По его словам, члены его семьи не раз в своей жизни сталкивались с осетинами. Поэтому сегодня он выполняет свой долг в отношении братского народа. Кровь моей семьи проливала застинский народ. И в 1991 году были мои родственники в Южной Осетии. И в 2008 году в городе Схинвал был тяжеловарен мой брат, офицер российской армии. В тот момент командовал подразделением советской армии и воевал грузинским агрессором. И вытащили его после ранения именно осетинские ополченцы, которые спасли ему жизнь. Ну и еще, если немножко более глубокая история, в свое время великий Саплиев, один из первых моментов своей воинской карьеры, выстав командования моего края, генерал-лейтенанта советской армии. Поэтому Осетия всегда в нашем сердце, всегда была связь с Осетией. И я очень рад, что мне появилась возможность оказаться полезным для осетинского народа. Саверима Батазовича народа для университета, для замечательной осетинской молодежи, чтобы больше было возможности. И Осетия чувствовала не только государственную поддержку, которую Владимир Владимирович, российских властей, но чувствовала поддержку именно от 12 простых россиян, до гражданского общества, от университетской осетины. Это я просто смотрю, как наш долг в помощи братскому народу. Леонид Тибилов заверил, что в Южной Осетии помнят всех, кто оказал поддержку ее народу в трудный час, особенно солдат и офицеров российской армии. В их числе и брата Васькова, который, как оказалось, тоже принимал участие в отражении агрессии 2008 года. За заслуги в деле укрепления отношений, дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации и личный вклад в развитие научных связей Юго-Осинского государственного университета с вузами Российской Федерации, указом президента Васьков был награжден Орденом Дружбы. Я вас поздравляю и прошу передать и вашей семье, и вашим близким родственникам слова благодарности за их отношения к нам в Южной Осетии. У меня высокая награда в аванс от Республики. И обязательства еще больше усиливаться, а то, чтобы еще больше помогать братскому истинскому народу, работать с югостинским истинским университетом. Будет, что Вадим Абатазович, я не знаю, по энергии, а по умению работать. То, что за это он планировал, говорили с ним, значит, уже идет именно работа, реализация для республики. Ректор Югостинского государственного университета выразил слова благодарности президенту республики за всестороннюю поддержку университету. Как рассказал Вадим Тедеев, в планах вывести такую науку, как социология в нашем университете, на новый уровень, благодаря в том числе и поддержке Максима Васькова. Это с учетом и сложной геополитической обстановки в мире, и с учетом того, что Южная Осетия пережила непростые годы, 90-е и последующие. Социология как наука, как и другие науки, такие как военные психологи, мы должны сделать все возможное, чтобы эти направления научные вывести на должный уровень. И здесь мы, конечно же, рассчитываем на помощь доктора социологических наук Максима Александровича Васькова. Благодаря сотрудничеству с Максимом Васьковым активизировалась международная деятельность Юго-Осинского государственного университета. Было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между нашим вузом и Южным федеральным университетом. Есть у нас уже план мероприятий с такими организациями, как Леронтовский комитет, Патриотическое движение «Звезда». И также планируется комплекс мероприятий, которые помогут нашим молодым ученым защитить диссертации, как кандидатские, так и пройти курсы повышенной квалификации в ведущих российских вузах, тоже, опять-таки, с непосредственным участием Максима Александровича. По словам Вадима Тедеева, помощь Максима Васькова будет касаться развития в университете не только социологии, но и других направлений, таких как политология, военной психологии, филологии, психологии, журналистики и других. В основном поддержка касается гуманитарных направлений. Роза Тедеева, Азамат Кудзиев, Тамирлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня сотрудники пограничной службы Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия отмечают 11-ю годовщину со дня образования. Защита границы Родины – дело опасное, но почетное. Служба на границе по-прежнему остается сложной, но пограничники с честью выполняют свой долг, защищая политические, экономические, военные интересы нашей страны. В этот знаменательный день сотрудники погранслужбы принимают слова благодарности за смелость и мужество, пожелания здоровья, успешной службы и благополучия. Репортаж Оксаны Джуевой. 3 февраля 2005 года была создана пограничная служба Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия. Этот шаг стал важной составляющей борьбы за независимость и территориальную целостность Республики Южная Осетия. Были выставлены пограничные комендатуры вдоль линии государственной границы нашей страны. Пограничники приступили к сложной, но очень ответственной миссии. Предотвращение всякого рода провокационных действий со стороны Грузии и недопущение нарушения линии государственной границы Республики Южная Осетия. Как оказалось, границу пытались нарушать не только граждане соседней Грузии, но и многих других стран. Можно сказать, что на тот период, допустим, до 2008 года задерживались такие нарушители государственной границы граждан иностранных государств, например, начиная с Израиля, Германии, прочее, Чехии и другие европейские государства. То есть они проникали к нам с целью получения информации, расположения наших подразделений. Ну и, наверное, им ставилась другая задача тоже. Ну, все эти попытки пресекались, данные нарушителей государственной границы задерживались нашими пограничными нарядами. Пограничной службе сегодня исполняется 11 лет. За эти годы была проделана большая работа. Профессионализм пограничников вырос. Желающих нарушить границу меньше не становится. Только за 2015 год их количество составило 133 человека. Неоднократно обнаруживались диверсионные и террористические группировки, которые пытались проникнуть на нашу территорию. Они уничтожались незамедлительно. В 2008 году во время войны сотрудники пограничной службы наряду с другими военными структурами встали на защиту нашей страны. Многие из них отдали свою жизнь. Сейчас рядом с нашими пограничниками, плечом к плечу, рубежи нашей республики охраняют сотрудники пограничной службы, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. У каждого независимого государства должна быть своя конституция, президент, парламент. И обязательно должна быть своя четко определенная государственная граница. Пограничники это те люди, которые стоят на передовой и охраняют эту самую государственную границу. Во время боевых действий именно пограничник первым сталкивается лицом к лицу с врагом. И от его слаженной работы и мужества зависит очень многое. Хотелось бы поздравить всех пограничников следующими строчками. Этот мир так прекрасен во всем. Ты же службы военный отличник. С твоей помощью мирно живем. И спасибо тебе, пограничник. Оксана Джоева, Олимпий Теев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Президент Леонид Тибилов поздравил сотрудников пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия с 11-й годовщиной образования пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия. Глава государства отметил, что благодаря бдительности, профессионализму и умению противостоять провокациям, пограничники продолжают с честью выполнять поставленные задачи. Леонид Тибилов пожелал пограничникам крепкого здоровья, стойкости, выдержки и успеха в нелегкой службе на благо Отечества. Весь личный состав пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия с 11-й годовщиной образования поздравили председатель правительства Доментий Кулумбегов и председатель парламента Анатолий Бибилов. К другим темам. Генеральной прокуратурой РФ в Министерство внутренних дел РФ направлено поручение о включении в имеющиеся базы данных разыскиваемых лиц сведения о прекращении на территории РФ розыска Бала-Бесталта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила Интерфаксу, что Россия в будущем может пересмотреть свое отношение к Международному уголовному суду, поскольку разочарована его решением начать расследование в отношении югостинских и российских военнослужащих. Захарова отметила, что Российская Федерация передала в Международный уголовный суд более 30 томов российского уголовного дела в подтверждении преступлений режима Саакашвиля в отношении угостинского населения и российских миротворцев. Накануне прокурор ГАКского суда Фату Бен Суда заявила, что в августе 2008 года на территории Южной Осетии происходили нападения на миротворцев с различных сторон конфликта. Действия Международного уголовного суда прокомментировал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, Международный уголовный суд исказил события в Южной Осетии, проигнорировав расследование массовых убийств осетин, передает РИА Новости. Международный уголовный суд перевернул обстоятельства дела с ног на голову, оставив за рамками предмета расследования факты массовых убийств и увечья осетинской части населения Южной Осетии и вынужденного переселения с места проживания 16 тысяч осетин, отметил Бастрыкин. Эпидемиологическая ситуация в республике, предпринимаемая с целью защиты населения меры прививки против гриппа, обеспечения лекарствами определенных категорий больных, эти и другие вопросы задавали граждане Южной Осетии в ходе прямого эфира министру здравоохранения и социальной защиты республики Григорию Кулиджанову. Волнующий наших сограждан вопрос вируса гриппа, который достиг своего пика во многих городах Российской Федерации, стал главной темой во время прямого эфира с министром здравоохранения и социальной защиты республики Григорием Кулиджановым. Какая эпидемиологическая ситуация в республике? Превышен ли порог заболеваемости или это всего лишь сезонный всплеск? На эти вопросы ответил министр здравоохранения. У нас в республике с Божьей помощью ситуация более благоприятная, у нас не превышен сезонный порог, он не превышен. Да, имеется небольшое увеличение за последнюю неделю, допустим, с первой недели января, но это все тоже, я еще раз повторяю, нет признаков эпидемии, идет просто сезонное увеличение количества вот этих больных социальной респираторно-вирусной инфекцией. То есть на сегодняшний день у нас нет никакой необходимости закрытие школ, дошкольных... То есть карантина не будет? Карантина как такого нет, да. И другое дело, приняты превентивные меры, допустим, в той же больнице и в наших лечебных учреждениях, да. В каком плане? Чтобы ограничить пропускной режим, чтобы поменьше народу ходило. Не менее важный вопрос – прививки против гриппа. Как выяснилось, прививать сложнее взрослых, тогда вакцинация проходит сложнее. Если в течение года медицинские службы настаивали на вакцинации, у многих предубрежденность против нее. Вакцинация, она не панацея. Это не значит, что раз провакцинировали, то обязательно все, человек не заболеет. Нет, он заболеет, он может заболеть. Другое дело, что количество заболевших провакцинированных намного меньше. Намного легче протекает эта болезнь. И намного легче врачам бороться с этим заболеванием. Поэтому вопрос у нас, допустим, в Южной Осетии, в Министерстве здравоохранения и социального развития, у нас вопрос стоит однозначно следующим образом. Надо прививать. Мы за прививки. Пользуемся мы национальным календарем прививок, который утвержден в Российской Федерации. Именно работаем мы по этому календарю. Медикаментозное обеспечение в нашей республике на высоком уровне, подчеркнул министр. Все льготники обеспечены бесплатными лекарствами, а их в республике больше 4 тысяч. Бесплатными лекарствами обеспечиваются и дети до 3 лет. Мы взяли на себя обязательства, которых нет практически ни в одном регионе Российской Федерации и во многих постсоветских республиках. Мы взяли, допустим, такую категорию больных, как болезнь с сахарным диабетом. В 2015 году из 124 миллионов рублей, из 120 миллионов, 400 тысяч, 58 миллионов с рублями, оно ушло только на льготную категорию больных. То есть это больные онкологические, туберкулез, гепатития, сахарный диабет, психические заболевания и так далее. В декабре 2015 года был подписан указ президента о кадровой политике. Как это коснется структур Министерства здравоохранения, еще один актуальный вопрос. У нас на сегодняшний день в республике физических лиц 315 врачей. Из этих 315, за то время, как мы работаем в Министерстве здравоохранения, то есть с лета 2012 года, мы трудоустроили 74. Дополнительно к ним? Из них, да, вот 74 трудоустроили, вот, ну, наш призыв, да, скажем так. Из 74-х, 65-х, это молодые специалисты. Это молодые специалисты. Если, допустим, взять прошлый год, то в 2015 году мы трудоустроили 24 врача. 24. Уже в этом году мы тоже трудоустроили, в прошлом году до 1 января, вот, включительно, то есть 1 декабря, мы трудоустроили 24 врача. Если взять, допустим, 10 и 11 год вместе взятые, да, там было всего 19 врачей. То есть с врачами вот такая ситуация, мы приходят молодые коллеги, ради бога, мы их берем на работу. Поэтому никому мы не говорим, пойди еще поучись, нам нужны опытные, нет, разговора об этом нет. Во время прямого эфира было обсуждено много тем. Телезрители имели возможность адресовать свои вопросы прямо в студию программы «Добрый вечер, Осетия». И, как всегда, те вопросы, которые не успели прозвучать в эфире, были переданы министру для дальнейшей проработки. Елена Газаева, Регина Черткоева, Фатима Кумаритова, информационный выпуск сегодня. Коммунальные службы города следят за чистотой и благоустроенностью столичных улиц и призывают к этому же и горожан. Касается это и старых машин, которые в течение долгих лет стоят перед домами мертвым грузом и создают помехи для движения городского автотранспорта, пешеходам и самим сотрудникам коммунальных служб. Подробности в репортаже Зарины Кочиевой. Чистота и эстетический вид столицы нашей республики – забота каждого из нас. Разумеется, в первую очередь этот вопрос в зоне ответственности коммунальщиков городской администрации, хорошую работу которых замечают все. Однако не все зависит от них. Например, на столичных улицах, как на центральных, так и периферийных, долгие годы мертвым грузом стоит неисправный автотранспорт. Старые и подчас уже ни на что, кроме металлолома негодные машины, затрудняют движение и городского автотранспорта, и пешеходам. Более того, этот хлам мешает снегоуборочной технике, дворникам, убирающим улицы. Сколько времени эти транспортные средства еще простоят? Наверное, пока не станут причиной ДТП. Чтобы решить эту проблему, городские власти обратились в государственную автоинспекцию. Эти транспортные средства очень сильно нам мешают при уборке бордюров, при уборке тротуаров, при уборке проезжей части улиц города. И мне бы с настоятельной просьбой хотелось обратиться к нашему населению, к жильцам города, чтобы они постарались убрать эти транспортные средства с тротуаров, с улиц города и более благоприятный вид создали перед своими домами. С таким же обращением, такое же обращение мы сделали к госавтоинспекции республики, чтобы нам оказали содействие в этом вопросе. И в ближайшее время мы смогли убрать эти транспортные, испорченные неисправные транспортные средства, или так называемый хлам, с улиц нашего города. За последние годы в столице Южной Осетии, да и во всей республике, произошли позитивные изменения. Благоустроенные убранные улицы радуют глаз. Каждый из нас хочет жить в красивом и благоустроенном городе, но многие не хотят принять участие в этом созидательном процессе. Наоборот, мешают ему. Мы надеемся, что владельцы автотранспортных средств уберут свои старые машины, которые в течение долгих лет стоят на столичных улицах и, по всей видимости, не нужны своим владельцам. Елена Газаева, Зарина Кочева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск сегодня. Это все, о чем мы вам успели рассказать. Напоминаем, что наши выпуски вы сможете посмотреть на сайте государственного телевидения. gtrkir.ru В вечернем выпуске информационной программы в 20.30 с новостями вас познакомит Батрат Схуриев. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...